Красная Талка станет краше. Конечно, если наберет достаточное количество голосов ивановцев. Это одна из пяти общественных территорий претендентов на благоустройство в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Парковая зона очень востребована, особенно учитывая, что неподалеку не и материнство, и детство. С весны начинаю и до поздней осени здесь коляски, здесь института мамы прогуливаются, вот здесь на лавочках сидят люди. Лавочек, конечно, здесь не очень много, но все равно есть. Нужны лавочки, да? Ну, я думаю, что да, нужны, потому что вот там, где памятнички, там вот и на приступках сидят, потому что, ну, где-то сидеть надо. Скамейк действительно мало. Урн по пальцам пересчитать, а фонарей вообще нет. Здесь же были очень красивые фонари, все здесь было прям под старину, так, знаете, как в дореволюционном Иванове. Все это побелее, в этом отношении, конечно, у нас безобразие. В четверг Владимир Шарыпов ознакомился с планами реконструкции территории мемориала и прилегающей к нему парковой зоны. Кроме освещения и лавочек, согласно проекту, здесь должны появиться также новые мощеные дорожки. Порядок планируют привести вход в мемориал, заменить старые гранитные ступени и плиты. Проектно-сметная документация на этот объект уже готова. Обустройство полноценной зоны отдыха обойдется в 40 миллионов рублей. Реконструкция существующей аллеи с освещением и, соответственно, дополнительная прогулочная зона вокруг реки, вдоль набережной, соответственно, также с уличным освещением. И я думаю, что, конечно, если жители у нас проголосуют за эту территорию, сквер у Красной Талки преобразится и станет популярным местом у всех наших горожан. Теперь все решают горожане. Проголосовать за одну или несколько общественных территорий, которые хотят преобразить уже в этом году, Ивановцы смогут 18 марта, в день выборов президента. Адреса избирательных участков, где это можно будет сделать, есть на сайте городской администрации. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.